Добрый день, уважаемые! Всех приветствую! Подписчиков, не подписчиков, всех, кто смотрит это видео. Хорошее вам настроение. Часто задают вопросы мне, а можно ли улик переставить? На пасеке на 10 метров, на 20 метров, на 30 метров? Вперед ли, назад ли, пчелы вернутся, чи не? И вот тут появилась такая статейка, я ее вам прочитаю. Еще о сближении ульев. В статье Левенец о сближении ульев при объединении пчелиных семьях описан опыт проверки слета пчел на старое место при перемещении ульев на близкое расстояние. Автор статьи пришел к заключению, что переставлять улья в пределах тачка можно в любом направлении на расстоянии не более 30 метров. Слет пчел на старое место при этом будет самый незначительный. То есть, я себе переставлял на свои участки свободно до 30 метров, пчелы видят эту местность, они хорошо ориентируются, и прилетая на старое место, они видят, что нет, возвращаются, кружатся, и каждая семья имеет свой запах, и пчела сразу определяет свое гнездо. Если прилетело они в свое улье, там пчелы сразу настороженно на круг делают, и она находит свое гнездо, и спокойно все летные пчелы возвращаются в свое гнездо. Необходимость от перестановки ульев на небольшие расстояния возникает, как известно, часто. Однако пчелы идут на эти перемещения весьма робко, то есть они не знают всей этой ситуации, поэтому опасаются, что будет проблема. Из практики мне известно, что если в природе нет взятка, то пчелы каждой семьи весьма усиленно охраняют свой леток, и едва только чужая пчела посмеет подлететь к летку, охрана немедленно нападает на нее. В безвзяточный период внутрипасечная перестановка ульев на недалекое расстояние проходит успешно, то есть безвзяточная. Пчелы не слетают на старое место, но ульи при этом следует переносить на новое место лишь вечером, и около них ставить ориентиры. Я, например, кладу перед летком сухие ветки без листьев. При выходе из улья пчелы натыкаются на это препятствие, делают ориентировочный облет, и на старое место слетают в очень незначительном количестве. Ну, естественно, потом они возвращаются. Совсем другой результат получается, когда в природе есть хороший взяток. В этом случае летки охраняются слабо, пчелы бывают заняты работой, и если в такой период перенести семью на новое место, масса летных пчел слетит на прежнее место. Загромождение прутьями летков при этом положительных результатов не дает. Ну, я вам скажу, что если на расстоянии 30 метров, то это дает нормальное положение, они все равно возвращаются, как сказал этот человек, пчеловод, так и я вам говорю. Поэтому-то не относятся к тем, кто переносит на расстояние 30 метров. Это относится к тем, которые на километр, на 2 километра пчелы возвращаются. Вот. И далее читаем. Из этого явствует, что объединение и усиливать семьи пчел способом налета возможно только при наличии в природе взятка. Да, это уже доказано, что если вы хотите усилить семью, и рядом стоят два улика, то вы один забираете в сторону, и вся летная пчела сразу же слетает, потому что это другая семья с медом принимает всех. А, вы мед принесли, заходите. Вы не воры, заходите. Мы вас принимаем. И эта летная семья, ну, как говорится, эта семья увеличится летными пчелами. И что хочу добавить. Известно, что если пчел летных в 2,5 раза больше, запоминайте, в 2,5 раза больше, чем те, которые внутри любой работой занимаются, то эта семья хорошо несет мед. То есть успевает этот мед откладывать. Если так сказать, знаете, есть такая пословица, есть мужья преуспевающие, а есть не преуспевающие. Кто-то мне задаст вопрос, а как это так? Ну, вот, когда муж преуспевающий, он успевает зарабатывать деньги, а жена не успевает их расходовать. Это говорится о том, что жена мудрая. А есть муж не преуспевающий. Сколько не принесет, все, жена успевает расходовать. Так и в этом случае, если пчел будет в 2,5 раза летных больше, то эта семья будет преуспевающая, она успеет заготовить меда. Если пчел летных будет меньше, чем в 2,5 раза, или 1 к 1, то эта семья намного меньше принесет меда, потому что она успевает его поедать. Всем понятно этот вопрос? Я думаю, понятен. Поэтому, если вы ставите, я замечал, что некоторые пчеловоды попарно ставят рядышком 2 семьи, рассчитывая, когда начинают взяток, они одну семью отодвигают в сторону, и создаются хорошие медовики. Итак, друзья, это очень важная информация, возьмите ее во внимание, она вам понравится для увеличения медосбора. Естественно, записывайте в дневничок, в тетрадочку, название видео, номер видео, Павел Би, вот, и можете скачать, можете поставить лайк, это у вас останется видео, и вы всегда можете проверить эту информацию. Также еще интересная информация. Все знают, что падевый мед для зимы не годится. И поэтому я зачитаю эту статейку, она небольшая статейка, вам понравится. Чем делится этот человек? В районе города Алматы ежегодно с июня по август, включительно на листьях карагача и вяза появляется много пади. Пади-то она появляется на листьях, это не цветение. Сбор пчелами пади начинается после основного взятка, то есть, ну, не эту осень все-таки, а с июня по август есть такое вот растение, которое неоднократно в случае гибели пчелиных семей от паде меда или резкое ослабление оставшихся после зимок и заставило меня принять меры, которые состоят в следующем. С момента поступления пади систематически через каждые две недели выкачиваю весь незапечатанный мед. Зная, что падевый мед пчелы неохотно запечатывают. Обратите внимание на эту тонкость. Если у вас пчеловоды, как правило, когда качают мед, они говорят, еще не созрел, открытый мед. Так вот, если и стараются качать печатный мед. По весне, когда идет хороший взяток, пчелы запечатывают мед. В гнезде этот мед запечатанный. И вот смотрите, как он делает. Он не распечатывает запечатанный мед, он выкачивает эту рамку, а запечатанный мед не срезает ножиком, или вилочкой не скачивает, он его оставляет. А тот, который снизу принесли сырой мед, он выкачивает. Он как бы сырой, но он знает, что в это время у них есть падевый мед. И в зиму всегда остаются рамки, те, которые запечатаны. Почему пчелы не запечатывают падевый мед? Потому что в нем много сырости, она плохо выпаривается. Итак, читаем дальше. Каждые две недели выкачиваю весь незапечатанный мед. Зная, что падевый мед, пчелы неохотно запечатывают. Рамки с запечатанным медом возвращаю обратно в улья. Вы поняли? То есть рамка с запечатанным ульем, то есть запечатанная рамка не полностью, возможно, что она вот так вот полоска сверху, вот запечатанная. А снизу они залили рамку, но не хотят запечатывать. И далее он возвращает назад. Кроме этого, после окончательного взятка с краю гнезда ставлю две рамки суши. Вот. Взяток окончился. Он знает, что это у него гнездовые рамки, полные с медом, запечатаны. Как правило, гнездовые не качаются. 6, 7, 8. Ну, как по силе семьи они не качаются. А сбоку еще есть рамки, он ставит туда соты, зная, что эти соты будут заливаться медом. Смотрит, залиты, но не запечатаны. Он их откачивает. Очень важно знать, что это идет падевый мед. Если он длительное время не запечатается, его нужно откачивать. Он пригодится, этот падевый мед. Если вы сами не сидите, можете кому-то отдать. Или, в крайнем случае, вы его можете скормить по весне, когда пчелы уже летают и не зимуют. Они тогда берут много влаги, воды, и они свободно развиваются. Зимой они могут погибнуть. Соблюдая эти меры предосторожности, в течение последних трех лет я не только не имел ни одного случая гибели семьи от падевого меда, но и ни одной испорченной по носам рамки. Хотя ежегодно на деревьях было очень много падей, и пчелы иногда заносили ее в улиц больше, чем нектара с цветов. Вы поняли? Падевый мед создает понос, и вырабатывается болезнь назематоз. Поэтому, если у вас каждый год на рамках понос, то вы стараетесь откачивать этот падевый мед и оставлять весенний или добавлять сахарный сироп. Ну, друзья, вот очень интересная вот такая вот статейка. Я думаю, она вам понравится, и вы сделаете выводы. Если у вас постоянно по носу погибают пчелы, то это будет вам удача. Вот это такой вариант. Еще интересная. Одна статейка, и буду заканчивать. На пятой ферме совхоза Бешевский Сталинской области зимовник подземный на 120 пчелиных семей. Это тех, кто держит пчел в зимовниках, потому что есть условия, где южные районы, а здесь северные. Улья-лежаки на 20 рамок. Зимовку пчел предпочитают без утепления ульев, так как в наших условиях во второй половине декабря и первой половине января бывает потепление до 7-8 градусов тепла. Обеспечить нормальную температуру в зимовнике почти невозможно. С повышением температуры в зимовнике до 6-7 градусов тепла повышается температура и ульи, и в клубе пчел. Воздух становится сухим, мед перестает впитывать в себя влагу и может закристаллизоваться. В таких условиях пчелы начинают страдать от жажды. Они вылетают из ульев, падают на пол и погибают. Особенно страдают сильные семьи. Чтобы спасти пчел от гибели, нужно охладить зимовник посредством усиления вентиляции, вплоть до открытия дверей. Кроме усиленной вентиляции, следует поднять влажность воздуха, для чего рекомендуется поливать пол зимовника водой в количестве 3-4 ведра через каждые 4-5 дней. И более сильные семьи необходимо поить водой. В литературе рекомендуют при жажде пчел класть сверху у низа кусок ваты, смоченной водой. Но этот способ надо признать неподходящим, потому что вату приходится класть под потолочные доски на рамки. От этого вода быстро испаряется и вата прилипает к рамкам. Для зимнего паяния пчел лучше применять чайные стаканы, которые ставят на потолочные доски. В стакан с водой надо поместить фитиль из марля с таким расчетом, чтобы один конец его касался дна стакана, а другой опускался через раздвинутые потолочные досточки до клуба пчел, образующая щель между потолочами должна быть плотно заложена, чтобы не выходили пчелы. Вода из стакана по фитилю поступает к пчелам и они сосут ее. В прошлую зиму я применял паение 20 семей пчел. Наличие воды в стаканах проверял через 2-3 дня и в случае необходимости добавлял ее из чайника. Эта работа не беспокоит пчел. Интересно, что отдельные семьи израсходовали по 2-3 стакана воды. Если семья после дачи воды успокаивалась, то в дальнейшем паение ее прекращалось. Я применял такой способ паения пчел против кристаллизации меда и результаты тоже были хорошие. Итак, весьма интересная вещь, друзья. И если вы где-то содержите в помещении или у вас еще павильон какой, то вы можете попробовать паить пчел. Это дает, как говорится, сохранность ваших семей. Итак, друзья, понравилась статья? Берите на вооружение, записывайте в нивичок, ставьте лайки или скачивайте видео. Да будет удача вам во все дни вашей жизни и развития ваших пчелиных семей. До встречи на следующем видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!